В 16 часов в Одессе информационная служба 7 канала продолжает свою работу. Меня зовут Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Открыть первый в Украине яхтенный порт, начать масштабный ремонт дорог и развить медицинский туризм. Такие задачи ставит новое агентство по вопросам инвестиций и развития. Сегодня в Одесской облгосадминистрации представили его руководителей. Агентство будет работать в пяти направлениях – туризм, инфраструктура, сельскохозяйственный сектор, транспорт и сфера IT-технологий. Говорят, обязанности чиновников на себя не берут, работать собираются в интересах города. Регион практически недофинансирован, выглядит очень бедно. Наша амбиция – привлечь сюда порядка трех миллиардов долларов. И это та команда на плечи, которой выпадет это делать. Кроме того, в ближайших планах агентства запустить новый морской транспорт из Одессы, Ильичевска и Южного в курортные города Дуная. Это будет отличная альтернатива дорожной развязке. Во-первых, это морское путешествие. Во-вторых, это новые международные паромы, которые работают на жиженом газе, которые позволяют не только сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду, но также и снизить стоимость перевозок. На данный момент в приоритете ремонт дороги Одесса-Арени и появление в городе сети электрозаправок. В начале сентября прошел первый этап конкурса на вакантные должности в прокуратуру Одессы и области. Это одно из нововведений ведомства. Принять участие в отборе могли как нынешние сотрудники, так и кандидаты со стороны. Процедура должна была быть прозрачной и открытой для общественности. Однако в гражданском корпусе батальона «Азов» в самом конкурсе была зафиксирована и коррупционная составляющая. Конкурс действительно, на первый взгляд, мог быть объективным и открытым. Но, опять же, открытым он, за нашу информацию, остался только в лапках. До начала конкурса стали известны победители на вакансии руководителей прокуратуры и их первых заступников. Вы можете зайти и посмотреть, что интересный факт, что именно за этими фотографиями, этими скринами, победители, которые вперед уже выяснены, являются нынешние работники прокуратуры. То есть, ни одного внешнего кандидата. Свои сомнения по поводу честности проведения конкурса прокуроров представители корпуса направили в саму комиссию по отбору президенту Порошенко и даже послу США в Украине. Хотя добиться проведения еще одного тестирования будущих прокуроров, но уже под более тщательным контролем общественности. А вот в Генеральной прокуратуре Украины подтверждают информацию о назначении заместителя главы ГПУ Давида Сакварелидзе, прокурором Одесской области по совместительству. Об этом сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчелава на своей страничке в Фейсбуке. Напомним, Сакварелидзе работал в команде Михаила Саакашвили в период его президентства в Грузии и известен как один из самых успешных реформаторов. Сфероля нынешнего года стал гражданином Украины и получил должность заместителя генерального прокурора. Он станет уже шестым прокурором Одесской области со времен Майдана и сменит на этой должности Романа Говду. Новое антикоррупционное законодательство в Одесском регионе действует не на должном уровне. К таким результатам пришли эксперты-аналитики. В течение трех месяцев они изучали работу восьми областных центров, общались с политиками, госслужащими, а также анализировали регламенты местных советов и исполнительных комитетов. На данный момент уровень имплементации антикоррупционного законодательства на местном уровне достаточно низкий. Наибольший результат показывает Одесский областной совет, однако, хоть это и наибольший результат, однако, это всего лишь около 20% от того общего количества норм антикоррупционного законодательства, которые должны быть приняты на местах, на уровне областного совета и на уровне городских советов и не только городских советов, райсоветов. Мы анализировали городские советы и областной совет. Худший результат показал городской совет Татарбунар. Эксперты говорят, новое антикоррупционное законодательство на местах работает слабо, так как с момента реформ прошло мало времени. Каждый участник АТО может получить до двух гектаров земли и возможность в дальнейшем участок приватизировать. Об этом рассказал начальник главного управления госгеокадастра в Одесской области Станислав Губин. Отмечают, земельной площади хватит всем. Речь идет о территориях за пределами города. Однако активность среди участников АТО пока что низкая. Мы зарезервировали и определили около 720 гектар за границей населенного пункта по каждому району Одесской области для выделения участникам антитеррористической операции. По состоянию на сентябрь 2015 года к нам обратилось, сложно прокомментировать, к сожалению или как, но всего 251 человек. Чтобы получить земельный участок, необходимо обратиться в областное или районное отделение госгеокадастра адрес главного управления улица Космонавтов 32. Написать заявление на выделение земли для ведения хозяйства или садоводства. С собой необходимо иметь удостоверение участника боевых действий, идентификационный код и паспорт. Затраты на оформление около 800 гривен. После документы идут на согласование в районное отделение. После этого мы принимаем решение об утверждении и передаем участок в собственность. Затем, конечным результатом, в самом конце участник антитеррористической операции должен будет обратиться в управление юстиции, в регистрационную службу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности за собой. На всех этапах получения земли участникам АТО обещают помочь специалисты. Что касается земельных территорий в черте города, то их получить сложнее. По словам Станислава Губина, этот процесс тормозят органы местного самоуправления. Двое преступников погибли, а семеро милиционеров получили ранения в ходе спецоперации. Еще одного уцелевшего стрелка удалось поймать. Так, оперативная группа задерживала банду под Котовском. Во время погони на трассе преступники начали отстреливаться и бросили в сторону милиционеров гранату. Оперативники тоже применили оружие. В результате два члена группировки погибли. Как оказалось, на банду вышли, расследуя жестокое убийство таксиста. Его труп с огнестрельными ранениями в голову был обнаружен 11 сентября в районе Одесского аэропорта. В ходе проведения следственных оперативных мероприятий сотрудники милиции выяснили, что к совершению указанного преступления причастен к жителям Одесской области, который сбежал из Луганского СИЗО, где отбивал пожизненное наказание за совершение тяжкого преступления, а также два его поддельника. С места происшествия изъяты пистолеты ПМ и ПСМ, граната, автомат АК-74 и 150 патронов. Жизням семерых раненых милиционеров уже ничего не угрожает. У четверых касательные осколочные ранения, а у остальных контузии. В Одесской области задержали диверсантов. По информации пресс-службы СБУ, группа злоумышленников состояла из шести человек. Они планировали ряд громких террористических актов и заказных убийств от руководством российских спецслужб. Подтверждением тому стали материалы, которые изъяли правоохранители во время обыска. Задачи, которые ставились перед группой, должны были быть акции в виде протестов, акции, шествий, диверсии. Отмечается, что группу сформировал бывший сотрудник российской спецслужбы, который на данный момент находится в Крыму. Уже открыто уголовное производство по статьям «Террористический акт» и «Подготовка к преступлению». Ведется следствие. В эти выходные Зеленый театр станет площадкой для современного искусства и комиссионки под открытым небом. Здесь пройдет фестиваль «Гешефт Гараж Сейл» в программе инсталляции, концерты украинских исполнителей, мастер-классы от художников-дизайнеров. Всех желающих будут учить обращаться с деревом и глиной, создавать эксклюзивные цветочные композиции и даже варить вкусное варенье. Любой желающий сможет приобрести картины и скульптуры от авторов по самой демократичной цене. А еще на фестивале покажут коллекцию футболок с репродукциями работ современных художников и дизайнерские гипсовые черепа. Фестиваль будет проходить в Зеленом театре в субботу и воскресенье с 10 утра и до 8 часов вечера. На этом пока все. Следить за новостями нашего канала можно на официальной странице, твиттере и в социальных сетях. Больше информации в 18 часов. Тогда и увидимся. Хорошего дня. Оставайтесь сильным.